Вид с плотины Весимоуткинского пруда завораживает. Водопад, скалы, вдалеке перед лесом виднеются маленькие деревянные домики. Сегодня здесь полным ходом идут работы по благоустройству. Для условий безопасности в ближайшее время установят ограждение. В дальнейшем планируем сделать освещение, небольшую общественную территорию, скамейки ставить, то есть еще облагородить, в том числе и грунт добавить. Весимоуткинский водопад обещает стать полноценным туристическим объектом. Но для того, чтобы туристы смогли к нему пройти, сфотографировать красивые виды, необходимы пешеходные дорожки и смотровая площадка. Сейчас с руководителем Тагил-Граждан проекта обсудили вопрос создания здесь общественной территории. То есть должна быть некая точка притяжения, точка роста, то, чтобы в какой-то степени заставило туристов, которые проезжают здесь, остановиться, посмотреть, выйти на плотину, посмотреть на скалу, посмотреть на водопад. Но для этого надо все-таки территорию облагораживать, надо делать места для парковки, места для стоянки. Там же, в Весимоуткинске, главный врач Демидовской больницы показал главе города фельдшерско-акушерский пункт. Его установили в поселке в рамках национального проекта «Здоровье» в прошлом году. Кроме обычных медицинских приемов, в нем можно проводить диспансеризацию и вакцинацию. При необходимости фельдшер может даже принять роды. ФАП обеспечен необходимыми медикаментами. Жители довольны, потому что раньше им приходилось далеко, а здесь практически в центре. Они, как говорится, пошли в магазин, по пути забежали к нам. Здесь новая медицинская мебель, мебель для персонала, для наших пациентов, медицинские укладки, медицинские шкафы, укладки экстренной неотложной медицинской помощи. Здесь есть необходимые шины, носилки для транспортировки пациентов при травмах. Также Владислав Пинаев при объезде сельских населенных пунктов города проверил отремонтированный мост в поселке Студенный. Его опоры укрепили, а металлическую конструкцию загрунтовали. Подъездную дорогу к переправе расширили.